Крепкая семья всегда вместе собирается за одним столом. Вот и в храме Рождества Христова по благословению настоятеля протерея Александра Игнатова после богослужения состоялся вечер встречи семейных пар, тех, кто прожили в супружеском союзе от 20 до 30 лет вместе. Сегодня с нами две семьи, которые проживают много лет вместе. Своим примером вы доказываете, как можно любить, верить и прощать. И, конечно, отдельная признательность многодетным семьям и приемным родителям. Вы обладаете огромной щедростью души, терпением и добротой. За чайным столом и в теплой дружеской обстановке семейные пары поделились опытом своей семейной и духовной жизни с молодежью. Что так важно, ведь когда перед молодыми семьями встают вопросы построения их совместной жизни, то без ориентации на традиционные ценности при всех вызовах современного мира они по неопытности могут совершать ошибки. За душевным общением подробно разобрали 13 главу послания апостола Павла Коринфином. Батюшка раздал по одной цитате из главы послания, и каждый постарался рассказать, как он понимает эти слова и о значении любви в своей семье. Прибор все покрывает. Все покрывает, это я в молодости помню, как бы от мужа до нас, что он будет отличный помню. Если он ошибся, я ворчу, а потом мне всем батюшка наш говорил, прощай, да, и все, мы имеем в очередь на ошибку. Я в целом поняла, что пусть ошибается, мне даже нравится, когда мы какие-то проблемы с ним решаем вместе, и как-то даже еще больше нам получается, когда мы ошибок, иначе не ошибок. То есть ни в том случае нельзя с людьми у человека правило эти ошибки. Человек имеет право родиться, это родима, что нужно на все поздравить. А вам будет терпение? Ой, сколько нужно терпения, да, многодетные мамочки, спаси Господи. Если за таким теми детей, и когда вы будете стоять перед выбором, родить много людей, не сомневайтесь, рожать, любовь не гордиться. Ну а в семье, конечно, гордость это не допустима, вещи, в семье глава муж, замужем Христос, вот. Поэтому эту иерархию нужно четко знать и понимать, каждую женщину своей семье. Мы с вами сегодня, смотрите, и повторили, и оживили, и к себе применили слова святого апостола Павла о любви. Эти карточки, которые вы сами для себя извлекли, остаются у вас на память. Для вашего руководства, но с определенным домашним заданием. Выучить не только то, что выделено синим цветом, но выучить все слова о любви. И почаще ими руководствоваться. Ну и, конечно, не забывать, что жизнь это удивительный дар Бога. Мне вспоминаются слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорил, муж и жена должны жить, как глаза и руки. Когда руке больно, глаза плачут. А когда плачут глаза, руки вытирают слезы. Вот так должны в единстве, в любви и согласии жить супруг и его супруга. Мне бы хотелось пожелать вам именно такой любви, которая позволяет заботиться друг о друга, не раздражаться, все покрывать, всему верить, на все надеяться. И чтобы ваша любовь никогда не переставала. Семья всегда объединяется Христом, который если среди нас, то в семье, в обществе и в мире все будет по-другому. Христос посреди нас есть и будет!